11 час Моровинда. Я этот час сейчас буду записывать повторно, потому что я целый час записывал этот час, так сказать, и выяснилось, что записи не было, поэтому книжки я читать по второму разу все-таки не буду. Сейчас снова пойдем в гильдию магов, там куча книг, но моя психика не выдержит перечитывать их второй раз. Торговец Равир. Так, ты хочешь купить знаменитое дейдрическое оружие Равира? Что, ты говоришь, это не дейдрическое оружие? Нет, ты прав. Но Равир не лжец, если ты этого пожелаешь, что владельское демоническое и дьявольское оружие Равира будет таким же острым, как изящное дейдрическое оружие, и таким же легким, как воздушная сумка Неча. Заклятие длится недолго, но достаточно долго, чтобы пробить самую крепкую броню. Равир покупает такое оружие непосредственно у Тельвании. Дешевле ты найдешь на всем Балморе. Зачем ты покой? Так, вот этот сундук, я думаю, нам не вскрыть, конечно же. Тут, кстати, есть перчаточки, у нас перчаток нет. Да, давайте перчатки заберем и наденем. Так, а где перчатки, которые я только что подобрал? Так, мы стали... Хитиновые левые перчатки, хитиновые правые перчаточки, мы стали лучше защищены. Так, сундук 75-го уровня можно не пытаться взломать. Замок 40-го можно, но он спалит. Так, ну вот, собственно, у этого торговца побывали. Дальше нам надо гильдию магов посетить. Эксклюзивное восстановление силы воли. Заберем. Крохотный камень души. Блин, я опять забыл, забыл почитать в интернете, как зачаровывать предметы. Надо попробовать этим заняться. Можешь говорить. Блин, куда мне столько крохотных камней души-то? Блин, эти крохотные камни души просто... В огромных количествах здесь лежат. Уйди, не мешайся. Остановление привлекательности. Ну, хрен знает. Такое себе. Ну, кстати, стоит дорого, можно продать. Так, ну что, давайте в гильдию магов. Подождите, это гильдия бойцов. Тут я уже, по-моему, был, нет? Я не помню, я в гильдии бойцов вообще был. А, кстати, я в гильдии бойцов, по-моему, тоже не был. Так, давайте я сперва гильдию магов посещу, а потом уже... А потом уже в гильдию бойцов заглянем. Потому что в гильдии магов я был, вот, это я просто повторный запись делаю. Или проваливай. А вот в гильдии магов я не был. Вы хотите вступить в гильдию магов? Да, вы похожи на человека, от которого будет толк в гильдии магов. Вы готовы произнести клятву магов и вступить в гильдию? Да. Нет, давайте спросим, что это за клятва мага? Выполняйте все задания, которые дадут вам мастера гильдии. Учитесь у них и становитесь сильнее. Всегда бескорыстно делитесь своими знаниями с другими членами гильдии. Никогда не крадите у других членов гильдии. Никогда не ссорьтесь с ними. Вам подходят эти условия? Да, я хочу присоединиться. Теперь вы являетесь членом гильдии магов. Добро пожаловать, союзник. Когда будете готовы, можете спросить, какие задания вам надо выполнить. А когда все сделаете, попросите меня о повышении в гильдии. Задание. У меня нет поручения для тебя, союзник. Возвращайся ко мне, когда ты покажешь, на что ты способен. А пока поговори со Жирой. Я уверен, что у нее могут быть какие-нибудь небольшие задания для тебя. Повышение. Вы соответствуете нашим требованиям Ферестерализейшн, но пока не выполнили всех дел, которые должен выполнить каждый начинающий. Гильдия магов занимается сохранением и распространением магических знаний. Учитесь прелестно, Ферестерализейшн, и преимущества принадлежности гильдии магов станут ясны вам. Так, кстати, у нее можно чему-то обучиться. Каков Ферестерализейшн? Нет, извините, возможно, позже, когда вас повысит. Но не сейчас. Она не хочет ни торговать, ни обучаться со мной. Так, вот эти бочки в мёртвой зоне, их можно обыскать. Так, ну сначала давайте подвал посетим. Так, вот здесь вот четыре книги. Краткая история империи. Четыре тома. Поскольку я уже перечитывал это при первом прохождении, то я просто вам пролистаю. Кому хотите, кому надо, пускай сами читают. Моя психика не выдержит второму разу все эти четыре книги перечитывать. Второй том. Третий том. Четвертый том. Шарн, гора, муж, бог. Говори быстрее. Я не могу думать из-за всех этих помех. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Некромантия. В империи некромантия вполне законная наука, хотя тело и дух являются защищенной собственностью и не могут использоваться без разрешения владельца. Но в Моровенде данмеры питают отвращение к некромантам и приговаривают их к смерти. Это абсурд, разумеется, поскольку данмеры призывают собственных мертвецов для охраны могил и защиты семей. Священная некромантия суть добро, в то время как философская некромантия суть зло. Это примитивное суеверие, вот и все. Некроманты. Нет, конечно нет, я не могу научить вас заклинаниям. Я не некромант. Нет, вовсе нет. Не некромант. Важнейник дополнен. Шарн Грам Музгоп уверяет меня, что она не некромант и не может научить меня никаким заклинаниям. Любопытно. Ну, очевидно, что эта девка нас врет, нам обманывает. Так, торговля. Ну, у нее только зелье. Давайте я продам. Зелье привлекательности, например. Зелье восстановления удачи. Так, зелье привлекательности продадим. У нее, кстати, всего 200 монет, не густо. Так, зелье восстановления удачи. Слушайте, я не знаю, может оставить? Вроде как жалко. Камень и души продадим 5 штук. Один оставлю я себе. А, а он такое не покупает. Она, если быть точнее. Так, мыло с луат она берет. Диукский воск, она берет. Вот, как раз 195 монет. Вот. Спасибо, заходите к нам еще. Мы получили, кстати, новое задание, да. Гильдия магов, я не некромат, да. Так, так же она занимается, кстати... А, у нее можно выучить новые заклинания, кстати говоря. Это очень даже неплохо. Смягчающий бальзам Балина. Восстановить здоровье 3 в 12 п. На одну секунду. Я, честно говоря, не понимаю, как это работает. Может быть, давайте дешевые заклинания скупим. Так. Излечение обычной болезни ближнего. Так, 156. Самый дешевый. Противоядие Балины. Противоядие на одну секунду на себя. Ну, как понять на одну секунду? Это же смешно. Одна секунда, это просто смешно. Так, применил противоядие. Купил, вернее. Излечение обычной болезни ближнего. Излечить обычную болезнь на одну секунду. Я вот не понимаю. Это как? На одну секунду ты здоров, а потом снова болен, что ли? Бред какой-то. Покупаем. Так. Сопротивление всевозможным действиям. Я не понимаю, как эти заклинания работают. Улучшенная перышко. Школа изменения. Главные навыки. 50p на 10 секунд. На себе. Что вот это значит? Типа главные навыки вырастают, что ли? Так. Ну давайте заклинания сопротивлений возьмем. Как самые дешевые. Все, у меня 114 монет осталось. Больше нечего. Так, она, кстати, еще может обучать. Мистицизм она может повысить. Но у меня мистицизм вообще не является ни первичным, ни вторичным. Так что не буду. Так, пари, значит, слухи. А, свежие сплетни. Ажира держит пари с гальбедир. О том, кто первым получит ранг странника. Надеюсь, это не приведет к появлению в гильдейской библиотеке большего числа огненных отравнахов, чем в прошлый раз. Парис гильбедир. Это меня не удивляет. Так, ну все, с этой бабой поговорил. Она же некромантка, между прочим. Полагаю, это мой долг. Помогать тем, кто менее удачлив, чем я. Эстер, Эстер Далин. Добро пожаловать, Бармалу. Место, где находится совет Дома Хлау. Чем могу служить? Так, обучение. Разрушение, изменение, иллюзия. Обучение мне уже не по карману. На заклинания все потратил. Можно создавать заклинания. Как это делается, я понятия не имею. Так что не буду заморачиваться. Гильдия магов профессиональная организация, имеющая разрешение императора на занятия тайными искусствами. Именно там можно нанять волшебников. Обучение, товары и услуги для членов гильдии обходятся дешевле, а старосты гильдии всегда знают, где найти работу. Если вы хотите сделать волшебство своей профессией, вам следует вступить в гильдию магов и прокладывать себе путь к высшим ступеням карьерной лестницы. Отделения гильдии есть в Балморе, Альдруне, Волверинхоле и в Садритморе и в квартале Чужеземцев Вильке. Говорят, что Раллина Хлала убил Арганьянин. Я маг, я, ну, по-моему, я это читал, да. Парис Гальбедир. Они терпеть друг друга не могут с тех пор, как попали сюда. И все время выясняют, кто из них более хороший маг, кто лучше, кто лучше, кто лучшие воры, хаджиты или басмеры. Морайн Дрейн. Так, у него тоже можно купить заклинаний. Школа изменений, иллюзии. Быстрое плавание, водное дыхание. Кстати, прикольно. Два дешевых заклинаний, их можно оба купить. Давайте быстрое плавание и водное дыхание тоже купим. Все равно цены смешные. Продолжение следует... Продолжение следует... Если ты хочешь узнать как можно больше о магах и о том, каково быть магом, позволь порекомендовать тебе Эстир Даллин из гильдии магов Балморы. Тебе надо поговорить с экспертом в области торговли, терпеливым и обладающим хорошим слоганом. С кем-то, кто любит говорить об этом. Тебе не нужен инструктор, по крайней мере, пока ты не научишься платить за информацию. Тебе не нужен кто-то слишком занятой или важный. Поговори с Эстир Даллин. Она не глупая, дружелюбная и с удовольствием поговорит с тобой. Пари с Гальбедир. Так, это я читал. Ищите что-нибудь конкретное. Так, книжка Хартия гильдии магов. Тоже зачитывать не буду, просто пролистаю. Где ты был, когда пришел дракон? Тоже пролистаю. Фрагмент об Артеуме. Галерион Мистик, это я уже даже слух зачитывал. Полагаю, это мой долг. Помогать тем, кто менее удачлив, чем я. Так, а с Эстир Даллин я уже говорил. Да. Так, ну с Эстир Даллин я говорил. Выучите заклинание пометки возврата левитации и открытия. Пометка и возврат необходимы для дальних путешествий. Левитация поможет вам добраться до многих тайников. И вам ничем не помогут сокровища, если крепкий замок мешает вам к ним подобраться. Это был ее небольшой совет. Парис Гальбедир. Так, это вы... Это все, что она могла сказать. Так, вот здесь вот вроде все смотрят назад. Давайте попробуем взломать. Слушайте, никто, кстати, не видел ничего. Так, простая мантия. Простое кольцо. Простой амулет. Простые ботинки. Короче, ничего интересного. Да... Масолини Мириан. Я Масолини Мириан. Бритон, проводник гильдии. Я обеспечу мгновенную транспортировку между отделениями гильдии магов в Андерфелле. Кроме того, я могу помочь информацией. То есть, с помощью ее она может телепортировать нас в другие города. Вот. Но мне это не нужно. Пока что. Используйте заклинание иллюзии. Невидимость, например, чтобы разведать обстановку. Мудрый заклинатель всегда сможет избежать противников и обойти препятствия, двигаясь непосредственно к цели. Есть вопросы. А вот Ажира, которая, собственно, и будет давать нам задание для гильдии магов. Что привело тебя к Ажире? Ты хочешь поручений от Ажиры? Или ты хочешь отведать местных напитков? Или ты хочешь помощи в битве? Или жучиного мускуса Тальвани? Или хочешь узнать, как добраться до недосягаемых мест? Так, ну давайте с поручений начнем. Да, у Ажиры есть поручения для тебя. Прежде чем Ажиры станет ремесленником гильдии магов, Ажира должна изучить местные грибы. Чтобы закончить отсчет, Ажире нужны образцы светящейся сыроежки, лилового капринуса, банглербейна и гайфофации. Их можно найти в болотах горького берега, куда можно добраться, если идти вдоль реки Одай к югу от Балморы до деревянного моста. А после того, как я пройду мост, мне надо искать дорогу через калмы на запад. Горький берег также называется берег контрабандистов. Потаенные острова и пещеры очень удобны для незаконной деятельности. А частые туманы и дожди скрывают маленькие лодки нарушителей от сборщиков налогов. Так, светящиеся сыроежки. Сыроежка происходит от низкорослой пахучей поганки с бурой шляпкой. Лиловый капринус. Капринус это поганка с длинной ножкой, которая светится в темноте синим цветом. Банглербейн. Банглербейн растет на деревьях, иногда на других объектах. Выглядит так, будто на дереве растут небольшие коричневые полочки. Ажира предупреждает вас, не ешьте банглербейн. Гайфофация. Очень похоже на банглербейн, выглядит как нарост на деревьях и других растениях. Гайфофацию можно есть, но убедитесь, что вы не перепутали ее с банглербейном. Так, у нее можно обучиться алхимии, колдовству и зачарованию. Денег нет. Продать ей. О, кстати, я могу ступку и пестик купить, друзья. Цена 2.400, вы что рехнулись? Репорта, цена 80. Вот репорта, кстати, по карману. Репорта, перегонный куб. Ну, я так понял, ступка и пестик, это уже для высокоуровневой, так сказать, алхимии. Так, давайте силу воли и продадим лекарства. Восстановление удачи. Хотя, блин, вообще-то, эксклюзивные изделия-то, наверное, продавать не стоит. Не, давайте я не буду продавать, а лучше буду складировать, наверное, где-нибудь у себя. А вот бриллианты можно, но она их, наверное, не купит. О, она и бриллианты покупает. Давайте бриллианты продадим. Так, и сколько у меня денег? У меня теперь Где деньги мои? 388 монет. Так, что еще ей можно продать? Костяной шлем. 167, но она его не купит, конечно. Крохотные камни душ. Давайте пяток, я продам пяток. Она тоже не покупает, что ж такое? Так, ну зато у меня теперь появились деньги. Соответственно, я могу сейчас чему-нибудь обучиться. Повысить зачарование, колдовство, алхимия. Слушайте, мне нужно более полезные... Более полезные навыки повышать. Хотя... Давайте заклинания покупаем. Они же дешевые. Призывать кинжал, призывать длинный меч. Это заклинания колдовства. У меня колдовство вообще не развито. Но это очень дешевые заклинания, на самом деле. Блин, я вот думаю, на что потратиться-то. Призывать ботинки. Призывать кинжал, призывать шлем. Призывать длинный лук даже можно. Дурман. Повреждение интеллекта. Шок. Ну, это касанием. Это заклинание касания. Я не знаю, на что деньги потратить. Так, ну давайте школу изменения по... Обучим. Нет, подождите. Давайте я скупать буду все дешевые заклинания. Пускай будет так. Хрен с ними. Вы хотите мне что-нибудь сказать? Скупаем все. Только в первую очередь заклинание той школы, которой я обучен. А я обучен... То есть использую... Значит, у меня есть навыки иллюзия, восстановление, изменения. То есть, соответственно, заклинание этих школ и покупаем. Только начнем с самых дешевых. Так, пуховертка. Так, пуховертка. Кладослов у меня нету. Так, вот школа изменения. Пёрышко. Абуза. Так, у меня 63 золота всего осталось. Гулять-то гулять. Сейчас последнее потратим. Где-то там были повышения дешевые характеристики. Так, у кого-то было-было дешевое обучение. Так, ну вот, давайте повысим зачарование. Или алхимию. Давайте алхимию повысим на единичку. Всё, я потратил абсолютно все деньги. Больше у меня ничего не осталось. Так, это мы на верхнем... Нет, на нижнем ярусе. Сейчас надо идти наверх, значит, на верхний этаж. Побыстрее можно. Гельбедир. Проходи сюда, Фрезречный. Взгляни мы на мои свитки. Как насчёт недорогого скорчера Талдама, дотла сжигающего твоих врагов, или отмычка Андузи, открывающей любые сундуки и двери. Если ты отправляешься навстречу опасности, возьми с собой свитки живучести и силы, восстанавливающие здоровье и снимающие усталость. Если у тебя назревают крупные неприятности, тебе понадобится вмешательство Альмсиви, или божественное вмешательство, которое мгновенно перенесёт тебя к ближайшему храму или алтарю империи. Так, она продаёт свитки. Она продаёт свитки. И покупает камни душ, кстати. Давайте пяток камней душ я ей продам за 22 монеты. Так, обучает она алхимии, разрушению и бездоспешному бою. Денег у меня нету. Также она может зачаровывать предметы. Я понять с ними, как это работает. Имя. Ну давайте... А, ну у меня всё равно денег нету. Ладно, не буду я даже заморачиваться. Парис Гальбедир. Это вот она, кстати, пари с ней. Ажира попросила тебя помочь ей пари? Вперёд! У меня есть много трюков. Даже вы с Ажирой вдвоём не сможете остановить меня. Я всё равно выиграю. Чё-то никакого задания не появилось. Несмотря на то, что я с ней поболтал на эту тему. Так, ну всё, я посетил гильдю магов. Сейчас идём в гильдию бойцов. Блин, это и подвал. Так, давайте дождёмся. Ну хотя я, в принципе, не будем ждать с утра, потому что я же по зданиям хожу. Так, мы в гильдии магов. Здесь я первый раз. О, господи, откуда такой наряд? Кошмар! Какой у меня наряд? Нормальный я выгляжу. Фазиль Хараскель. Вы не отсюда. Вы что-нибудь хотите спросить меня про Балмору? Так, она обучает защите средним и длинным доспехам. Гильдия бойцов Балмора. Отнеситесь с уважением. Вы находитесь в гильдии самых храбрых воинов по эту сторону от смерти. Айдис Огненный Глаз наш гильдмастер. Найдите её, если думаете, что вам есть что предложить. Гильдия бойцов. Да, это гильдия бойцов. Айдис Огненный Глаз глава местной гильдии. Поговорите с ней, если хотите присоединиться. Гнисис – это небольшая личная выработка и торговая деревушка на пути сил страйдера между северо-западной частью Западного Нагорья и Альдруном. Западное Нагорье. Регион Западного Нагорья простирается от моря призраков на северо-западном побережье до города Балмора, где его окружают горький берег Эшленд. Море призраков. Море призраков – название вод, расположенных между Тамриэлем и северным континентом Атмара. Подамайский океан. Подамайский океан полностью окружает Тамриэль. Континент Аковир омывается водами Подамайского океана с восточного берега. Континент Атмара отмывается морем призраков с севера. Континент Академия Континент Аплberg Говори. Вейн. Добро пожаловать, искатель приключений. Ищите уравнитель, нечто, что поможет вам справиться с превосходящим противником. Если вам нужно быстренько нанести большой урон, ничто не сравнится с отравленным клинком. Попробуйте недорогой кинжал железного паука или меч стального паука. А еще есть меч имперского неча, он еще опаснее. Так, торговля. Ну у меня денег. Денег у меня сколько? 34 монеты. Зато ему можно, допустим, продать вот этот вот костяной шлем. Продаем. Серебряный кинжал. Продаем. Продаем. Железный меч искр. Он одаручный зато. Так, его я пока оставлю. Ну а больше у него купить и нечего. Так, он может ремонтировать доспехи. Так, обучение. Кузнец, тяжелые доспехи, дробящее оружие. Не по карману. Маленький секрет. Любишь совать свой нос во всякие давно забытые двери? Маленький совет. Знаешь стены, которые будто отлиты из золота? Со шпилями и башнями. Это гноми и руины. И там вроде как опасно. Отчасти из-за древних гномих машин. Отчасти из-за всяких тварей, что любят там селиться. Все эти древние развалины за призрачным пределом, это гноми и руины. Я слышал, вампиры их тоже облюбовали. Свежие сплетни. Рассказывают, что регион выдает своим лучшим рекрутам неплохие доспехи. Так, тут опять же вверх и вниз. Начнем, как обычно, с нижнего этажа. Вот тут никого нет. Так, сундук пятого уровня. Взламываем. Блядь, ну как может сундук, замок пятого уровня не взламываться? Про себя хорошей отмычкой. Пипец. У меня отмычек-то уже не осталось, получается. Четыре заряда отмычки осталось. Не густо. Потратил кучу отмычек, а... Ничего и не нашел толкового. Что? Давайте скорее, я не могу торчать тут целый день. Флоэнья Амиулу Эсус. Блядь, это пипец. Амиулу Зус. Так, она обучает защите древкому оружию и атлетике. Мудрость Моровинды. Эшлендеры поклоняются своим предкам. В их племенах лидерами являются Ашханы, которым помогают мудрые провидцы. Раллин Хлаалу. Говорят, что в тот день, когда был убит Раллин Хлаалу, из поместья Хлаалу выходил какой-то рыжеволосый Данмер. Рыжеволосый Данмер. Это подсказка. Маленький секрет. Держи оружие заточенным, а доспехи в целости. Если не по карману услуги тех, кто этим занимается, научись сам. Бери лучшее, что можешь себе позволить. Не бывает хороших бойцов при плохом снаряжении. Моё занятие. Я мастер строевой подготовки. Я тренирую местную милицию. Я обучаю граждан основам защиты, владения древковым оружием и длинными клинками. Но больше всего я концентрируюсь на атлетике и акробатике. Потому что физическое состояние – это основная слабость граждан-солдат. Нет никакого смысла учить их сражаться, если они выдыхаются после короткой пробежки в полной амуниции. Описание убийцы. Хм, я думаю, под это описание подходит Таннилин Велос из Клуба Совета. Хасфат Антаболис. Я Хасфат Антаболис, инструктор в гильдии бойцов Балмора. Я предлагаю обучение всем желающим членам гильдии бойцов. Значительные скидки. Так, обучение. Рукопашному бою 57 единиц. А нахрена мне рукопашный бой? Ну зато дешево. По идее можно. Ну давайте рукопашный бой куплю. Понимаете, мне все равно деньги... Я рандомно играю, как бы слепую. Так, гильдия бойцов. Да, это гильдия бойцов. Так, короче. Хартия гильдии бойцов. Давайте хартию почитаем. Первая цель. Гильдия бойцов предоставляет работу наемникам и добровольцам и обеспечивает заключение контрактов с местными гражданами. Граждане могут заключать с гильдией контракты на уничтожение паразитов и монстров, доставку товаров на опасных маршрутах, сбор животных для арен, а также для выполнения других задач по решению управления гильдией. Второе. Полномочия. Гильдия бойцов была основана в соответствии с четвертым положением акта о гильдиях, а данная хартия была утверждена владыкой версии Дью Шайе в 321 году Второй Эпохи. Третье. Правила и процедуры. Любой член гильдии, совершивший кражу у другого члена гильдии или нанесший другому члену гильдии телесные повреждения, немедленно изгоняется из гильдии. Вопрос о повторном приеме решается управлением гильдии. Граждане, заключившие контракт с гильдией и имеющие претензии, должны обращаться по этому вопросу сперва к управлению гильдией, заключившему с ними контракт, а потом к официальным властям соответствующей провинции. Четвертое. Требования к кандидатам. На службу в гильдии принимаются сильные и здоровые люди. Кандидат должен обладать навыками обращения с длинными мечами, топорами и дробящим оружием, и щитами. Члены гильдии должны быть в состоянии носить тяжелые доспехи. Пятое. Заявление о приеме. Кандидатам следует являться в зал гильдии для испытания и приема. Приложение А. Отделение гильдии бойцов в округе Вандерфелл, провинция Мороинд. Отделение расположено в отдельно стоящих зданиях, принадлежащих гильдии в городах Альдрун и Балмора. Отделение в Садритморе расположено в Волверинхоле, где арендуют помещение в Совете Талвани. Помещение в Вивике расположено в квартале Чужеземцев и арендуется у храма Трибунала. Так, ну это слишком тяжелое оружие и слишком оно неподъемное. Не буду я его брать. Кстати, что с весом у нас? Так, я загружен. Ну на 75% загружен. Не буду я этот меч брать. Так, ну замок 90 уровня явно мне не по карману. Так, отсюда я пришел. А, так здесь значит тупик уже, да? Получается, нижний ярус мы осмотрели полностью. Теперь верхний. Айдис огненный глаз. Так, это главное здесь, здешнее, которое дает задание. Что ж, говорите темный эльф. Что вам нужно? Что ж, говорите темный эльф. Что вам нужно? Хотите вступить в гильдию бойцов? Вступить в гильдию бойцов? Вы выглядите так, словно можете позаботиться о себе. Прежде чем я запишу вас, вы должны взглянуть на хартию гильдии бойцов. Вы готовы вступить в гильдию? Примите меня. А, нет, давайте почитаем устав. У вас есть обязанности перед вашим лордом и братьями. Во всех случаях действуйте храбро и честно. Пусть ум ваш будет острым и бдительным, и не поддается на коварные трюки слабаков. Как члену гильдии вам разрешено использовать предметы из ящика со снаряжением. Запрещается воровать у других членов гильдии или сражаться с ними. Если вы нарушите эти правила, то должны будете поговорить как минимум с сохранителем гильдии, чтобы прояснить ситуацию. Можете ли вы следовать этим простым правилам? Конечно! Теперь вы форестеризейшн, союзник гильдии бойцов. Трудитесь как следует, выполняйте приказы, и у вас все будет в порядке. Найдите меня, когда почувствуете, что вам пора получать повышение. Гильдия бойцов. Это просто форестеризейшн. Жители дают нам задания и плату, а я передаю их вам. Когда вы будете готовы к повышению, обратитесь ко мне, и я скажу вам, можете вы его получить или нет. Повышение. Ваши таланты заслуживают внимания, но некоторые сомневаются в глубине вашей преданности. Выполняйте задание для гильдии бойцов, и вы заслужите свое место. Задание. Приказы. У меня есть очень простой контракт. Надо расправиться с пещерными крысами. У тебя все получится, я уверена. Пещерная крыса. Отправляйтесь в дом Дарарейн-Телас. Это здесь, в Балморе, на восточном берегу реки. Спросите у нее, откуда берутся крысы. Убейте крыс, и получите награду от Дарарейн-Телас. После этого возвращайтесь ко мне. Ваш дневник дополнен. Айдис-Огненный Глаз сказала мне поговорить с Дарарейн-Телас, о каких-то крысах, которые наводнили ее дом. Она живет здесь, в Балморе, в восточной части города, около реки. Так, еще один побочный квест у нас появился. Здорово. Обучение. В каком вычине? Союзник. Союзник? Тогда мои услуги не для вас. Пока нет. Так. Гильдия бойцов Балморы. Союзник, что можно сказать. Нас мало, мы горды. Нас... Нам мало платят. Ха-ха-ха. У меня есть очень простой контракт. Надо расправиться с крысами. Сундук со снаряжением. Здесь вы найдете основное снаряжение. Стрелы, снаряды и исцеляющие снадобья. Если этих снадобий вам будет недостаточно, сходите в храм. Мы сможем время от времени пополнять содержимое сундука, но не очень на это рассчитываете. Вы сможете... А, мы сможем время от времени пополнять содержимое сундука, но на это не очень рассчитываете. Так, ну вот, собственно, и все. Мы осмотрели полностью гильдию магов. Гильдию бойцов, вернее, конечно. Так, вот сундук со снаряжением. Что тут у них лежит? Ух ты! Тут до хрена всего. Молот кузнеца-наемника. Блин, а я его покупал. Дешевое восстановление здоровья. Блин, ну весит все это до хрена на самом деле. Ну я заберу, заберу. Стрелы. Ну у меня лука пока нету. Стандартное изделие восстановления здоровья. Тоже заберем. Так, ну что. Давайте все-таки дождемся утра, потому что время... Темнее, темно. Ух ты, дождик пошел. Давайте еще пару часов подождем. Может быть, дождь прекратится. Нет, дождь не прекратится. Ну ладно, будем ходить так. Так, ну что, западную часть Балмора мы полностью осмотрели. А вот где я потерял свои наркотики, к сожалению, уже непонятно. Кстати, у Равира можно продать наркотики, как я помню. У торговца Равира. То есть вот эту скуму он скупает. Надо метку на карте сделать. Да, он точно скупает наркотики. Это сто процентов. Давайте я поставлю карту на... Метку на карте, что здесь можно продать наркотики. Так, на восточное побережье, да, отправляемся? На восточную, вернее, часть города. Слушайте, а давайте я выложу, может быть, зелья лечебные. Я где? В доме Хвалу, по-моему, да? В особняке Хвалу я, по-моему, выкладывал шмотки. Поместье Хвалу, да. Давайте до поместья Хвалу быстренько добежим. Я выложу все зелья. Потому что весит все это много. Перемещаюсь я из-за этого медленно. Так, вот, поместья Хвалу. И в его теле у нас лежит... У нас небольшой склад. Дешевые зелья больше всего весят. Да, в принципе, вообще все зелья выложим. Я когда пойду на выполнение квеста... ...боевого, где надо будет кого-то мочить... Ну, вообще-то... Мне здесь совсем скоро. Надо будет мочить крыс. Ну, давайте парочку буквально дешевых зельевосстановлений я заберу. Что тут еще можно выложить? Зельевосстановление воли выкладываем. Вот как-то так. Вот теперь точно можно отправляться... На восточное побережье. На восточную часть Болгарда. Да, погода сегодня явно не задалась. Богатство. Чего ты хочешь? Я вас знаю. Говорите. 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 Так, ничего он не говорит. Да, в какие-то успеха особо не попрыгаешь. Так, это дом. Дом Хесеринда. Я вас, кажется, раньше не видел в Балмаре, верно? У вас есть вопросы? Так, у него можно обучаться. Вам не повезло, и вы не член нашей гильдии. Так что ищите помощь в другом месте. Торговля. Тоже не хочет торговать. Я агент, работаю на дом или на компании, или на государстве. Так, это... Небольшой совет. Всегда изучай своего противника и его вещи. Только после этого пытайся что-нибудь украсть. Если он следит за своим сверкающим серебряным клеймором, скорее всего, он не заметит пропажи парочки ржавых метательных звездочек. Спросите у простолюдин. Дом Дролосы Атрен. Замок 30 уровня. Кстати, можно попробовать взломать. Правда, у меня и отмычек-то не осталось. На вас донесли. Нет, тут не получится сейчас взломать. Ну и хрен с ним. Я жду тебя. А вот это, кстати, ее дом сейчас был. Маленький секрет. Здесь, в Морровинде, мы и слышать не желаем о вампирах. Мы знаем, что далеко на западе гильдия магов помогает им прятаться. В гильдии магов полно некромантов, и это нам не по душе. Когда мы ловим вампира в Морровинде, мы привязываем его к столбу и поджариваем. Ну, на самом деле мы сообщаем о нем ординаторам. Дальше уж их забота. Мирные граждане не охотятся на вампира. Слишком это опасно. Некромантия. Наша традиционная практика поклонения предкам – это не некромантия. Только невежественные чужеземцы могут смешивать наши священные ритуалы с этим злобным колдовством. Говорят, свежие сплетни, говорят, что восточной имперской кампании надоел дом Хвалу, и теперь она ищет другой источник абонита. Дом Драрейн Телас. Это, кстати, вот, по-моему, у которой крысы. Да-да-да, там крысы живут. Говори. Которая гильдия магов дала задание. Это тебя прислали разобраться с пещерными крысами? Эти крысы создают такую проблему. Боюсь, они съедят все мои подушки. Вам ведь нравятся подушки, правда, Ферестеризейшн? Ладно. Одну мне удалось закрыть в спальне, а еще две находятся на складе. Я имею в виду крыс, а не подушки. Вот ключ от двери. Этих тварей как минимум три. Надеюсь, с моими подушками все пока в порядке. Ваш дневник дополнен. Ключ от склада в вашем рюкзаке. Драрейн Телас сказала мне, что она поймала одну крысу у себя в спальне. А все остальные находятся в хранилище наверху. Она дала мне ключ, чтобы я мог попасть вовнутрь. Мне надо найти и убить всех крыс, а потом вернуться к ней. Так, ну что? Наше первое боевое крещение, по сути. Сохраняемся. Берем в руки меч. Так, железная клеймора. Она двуручная. Давайте железный меч искор. Он, по крайней мере, не двуручный. И попробуем замочить этих крыс. Кстати, давайте с ней еще поговорим. Может она что расскажет? Короче, ничего интересного. Попадешь по ней хоть раз, суть не сын. Так, попал. Но она, кстати, укусила. Немножко здоровья я потерял. Это неприятно. Смотрите, подушки раскидала. Зара такая. Так. Так, предсечи уроки Вивика. Проповедь 20. Слушайте, давайте книжки почитаем. Кстати, одна из них стоит довольно дорого. Кантаты Вивика. Евангелие, облаченная формой эпических песен. Ой-ой-ой. Фу-то, я, кстати, взял ее, но... Я взял книжку, но она не заметила. Давайте прочитаем. Кантаты Вивика. Евангелие, оплаченная формой эпических песен. В них прослеживается эволюция Вивика от глупого смертного до просветленного божества. Вивик ищет для себя испытания всех видов, особенно в том, что касается защиты двемеров. И за свою долгую жизнь, благодаря смирению и непобедимому духу, он обретает мудрость семи благословений. В Кантатах упоминается множество историй о храбрости и решимости Вивика, его поражениях и триумфах, его озарениях и удаче, а также о его долге товарищам. Альмалексии возлюблены и соты сил, и соты сил учителю. Стихи эти очень простые, драматичные, лиричные и годятся для пения или ицитирования. Далее следует отрывок из размышлений под Красной Горой, лорда Вивика. Голодных призраков огни маячат, как облака далекие. В дымах и тенях сливаются на похоронном костре Красной Горы. С воды и шпили каменных залов, освещенных духами умерших. Кровь развитых сердец и домов. Кровавыми реками течет, расцветает фонтан. Пойманы за стеклянными стенами разума, духи дрожащие спят в колыбели пепла. Но когда проснутся они, в каком темном тигле зажгутся их души? И долго ли еще под красными облаками сторожевые огни гореть будут? Сколько жизней, полных труда и стенаний нужно, чтобы этой могиле покой не спаслась? 36 уроков Вивика, проповедь 20 Первый монстр был на самом деле двумя монстрами. Он родился дважды, как и его мать-отец Вивик. Он не был самым могущественным из восьми и не мог избежать миатры. Но с ним было больше всего неприятностей. Он был известен по еды именем «Лунная ось» и занимался тем, что пожинал оставшиеся слабости природы. Так он делал дважды, как было сказано. И второй урожай всегда нарушал неписанные законы. Его аспект был многогранным, как полиэдер. При поиске лунной оси не было замечено никаких сложностей. Но известно, что он был неуязвим для копий. Поэтому Вивику пришлось использовать меч, который ранее не держали в руках. Прежде чем схватиться с монстром, воин-поэд спросил, «Как получилось, что ты не боишься копий?» На что лунная ось ответил, «Природа моя двойная и изменчивая. Я состою из многих прямых линий, но ни одна из них не длится слишком долго. И так я научился игнорировать все истинные отрезки. К счастью, меч, который ранее не держали в руках, был изогнутым, и поэтому смог поразить лунную ось. И еще до того, как стало солнце, он истекал кровью. Вивик не убил его, чтобы сохранить внутри него слабости природы, а не возвращать их туда, где они были раньше. Вскоре Вивик снова переделал географию и был готов убить лунную ось. Вивик поднялся в своей гигантской форме, чтобы придать себе облик ужасный. Он протянул руку на запад и вытащил каньон, держа его как крок. Он протянул руку на восток и съел пригоршню водяных гонщик. Когда их духи пролетали сквозь каньон, раздался ужасный вопль. Он сказал, пусть это овладеет тобой, и лунная ось был захвачен искривленными украденных душ. Они облепили мусор как смола, и в конце концов он не смог двигаться, не смогла и его двойная природа. Вивик сказал, теперь ты решен, и проткнул своего ребенка муатрой... О боже мой, какой же бред. Дальше читаем, не буду это читать, предсечи. Так, предсечи я тоже читал. Так, первую крысу я... А, вот сундучок, кстати, есть. Давайте сундучок. Заломаем. Черт, у меня закончились все отмычки, проклятие. Это очень, очень печально. Так, а где дверь в склад? Какую дверь надо открыть? Вот эту, да? Так, подождите. Это соседняя комната. Остальные находятся в хранилище наверху. Ну как попасть в хранилище наверх-то, я не понимаю. А, вот здесь вот. Угоны меня сразу напали. Я мечта в руки взять забыл. Так, ну с крысами я разобрался. Правда, чуть живой остался. У меня то ли новый уровень, то ли что. У меня какая-то характеристика повысилась. Я не пойму, когда я новый уровень уже получу, сколько можно. Я качаю-качаю навыки, а толку никакого. Пусть, ну если меня крысы так больно бьют, я даже не знаю, что будет дальше. У меня целый склад подушек. Все, что стоит хоть каких-то денег, все берем. Так, ну что, этот квест можно сдавать. Мы продолжим в следующем части, друзья. Всем спасибо, всем пока.